Всем здарова! У меня дети очень любят печеньки чокупай! И я подумал, вообще хрен ли мне тратить кучу денег на эти печеньки в магазинах, когда я могу их приготовить дома. Сегодня мы готовим с вами чокупай в домашних условиях. Начнем с приготовления теста. Нам понадобится мука, нам понадобится разрыхлитель, ванильный сахар, сахарная пудра, немножко яиц и сливочное масло. В принципе, все. Желатин нам пока не нужен, чуть попозже. Я за механизацию, поэтому мы будем готовить тесто с помощью кухонного комбайна. Маслица у меня комнатной температуры. Я его достал где-то минут за 20 до приготовления. Туда же отправляем сахарную пудру. Вау! И ванильный сахар, ну либо ванилин, если у вас есть. Все это буду взбивать до такой белой-белой массы. Масса стала белой. Это то, что нужно. Добудем два желтка. И белки тоже добудем, они нам тоже нужны. Так что не выбрасываем. Просто в отдельную тарелочку. Добавим пару столовых ложек сметаны. Ну или сливки, если у вас есть, тоже хорошо. Хорошо. Муку смешиваем с разрыхлителем. Просеем муку. И дозамесим. Получается вот такое довольно классическое полупесочное тесто. Оно к рукам не прилипает и такое, знаешь, мягкое, эластичное. Все как надо. Тесто обернем в пищевую пленку или вот так уберем в пакетик и в холодильник, чтобы масло опять подзастыло. Начнем раскатывать потихоньку тесто. У меня вот этот коврик, блин, как его отмыть, народ, если кто знает, кондитеры меня смотрят. Не отмывается нифига. Так, ладно. Немножко мукой припыляем, чтобы нам было удобно. И раскатаем тесто толщиной, ну где-то миллиметра четыре, наверное, вот так вот, да? Какое там тесто в чокупай? Оно еще поднимется, потому что там так или иначе есть еще разрыхлитель. И какой-нибудь формой, кругленькой, будем вырезать будущие печеньки. Обрезки, естественно, мы еще раз пускаем в оборот. Выкладываем. И еще раз повторяем цикл. Ну вот, первая порция печенья готова, можно их выпекать. Духовка 180 градусов, минут на 15 до... Ну, в общем, как печеньки печете, ничего особенного. Мне хватило 15 минут. Заготовки есть. Мы выпекли печеньки вот такие ровные, они пока плотные, но потом они станут... Мягкие. Единственный минус этих печенек в том, что их хочется сразу съесть, потому что они нереально вкусные. Ну уж нафиг чокупай идет. Шикарная начинка для чокупай. Для начала замочим обычный желатин. Примерно 70-60 миллилитров воды. И оставим минут на 10. Начинка у чокупай не что иное, как взбитые белки с сахарным сиропом и зажелированные с помощью желатина. Их мы и сделаем. У нас же остались белочки, помните, желтки в тесте, а белки вот они, ждали своей очереди. Сахарный сиропчик делаем. Это вода и сахар. Вода и сахар, который будет доведен, ну, во-первых, до единой консистенции. Естественно, все это от температуры хорошо размешается. И плюс немножко загустеет. Мы минут 5 подержим в таком около кипящем состоянии. Пока закипает сиропчик, мы взобьем белки. Естественно, пока это не будет плотная масса, взбиваем до белого состояния просто. Так, белочки у нас взбились, пока оставим их в стороне. Я параллельно второй рукой, видите, мешаю сиропчик. Ну, 5 минут на средней температуре вот так вот помесим, чтобы он просто не пригорел, в карамель нигде не превратился. Я чуть-чуть его мешаю. Мы внутрь будем добавлять еще желатин. Вот он у нас под разбух. Чтобы нам удобно его было добавить, и он стал жиденьким, мы его немножко подогреем, только аккуратно. В микроволновке так, по чуть-чуть, чтобы это все тут не расплескалось и не испачкало нам аппарат. Ну, так секунд, наверное, 20-30 хватит. Вот за 20 секунд в микроволновке желатин стал жиденьким. Мы его сейчас будем добавлять. За 5 минут сиропчик готов. Видите, капли они капают, но при этом немножечко даже держатся на венчике. Пойдет. Нам не надо прям густой сироп. Достаточно вот такого. Продолжаем нашу операцию. Опять включаем взбивание белков. И тихонечко горячий сиропчик добавляем вот так вот струечкой. Раз. И продолжаем взбивать. Короче, пока это все немножко не подостынет. Прямо вот через чашку можно ощущать горячо пока. Вот станет попрохладней. Желатин добавим. Ну и по внешнему виду, вы тоже поймете, должна получиться плотная такая масса. Это называется до твердых пиков. То есть, когда держатся пики. Они твердые. Твердые пики. Вот смотрите, вот до такого состояния надо все это взбить, чтобы плотненько было. Вот смотрите, видите? Вот это называется стоячие пики. Так, теперь наша задача добавить последний ингредиент, это желатин. Он сделает, конечно, обратно чуть пожиже нашу консистенцию. Но потом, остудив, у нас она станет такая, как надо. Еще раз взбиваем мощненько. Опа-на! И все равно отлично держится. Ну вот, у нас готовая масса. Это как раз то, что в чокупае между печенек лежит. Для удобства я буду использовать мешок кондитерский. Я сейчас всю массу переложу в него. Вот эта масса, она еще довольно теплая. То есть, самое лучшее, это отправить в холодильник, но ненадолго. Потому что она может загустеть до состояния вот этой самой начинки в чокупае. То есть, она будет довольно густая и липкая. Ее будет неудобно выдавливать. Поэтому так минут на 10-15, контролируя ее плотность, убираем в холодос. И давайте начнем выдавливать начинку. Оно у меня остыло чуть больше, чем я хотел бы. Она уже практически такая, как в чокупае. Поэтому мы торопимся. И накрываем печеньки. Переложим заготовки в тарелку и отправим в холодильник. Не надо, чтобы все-таки вот эта начинка, она полностью застыла. Желатин комнатную температуру не очень любит. И вот, кстати, именно поэтому вы можете использовать, например, агар-агар, который сейчас просто в магазинах уже продается так же, как и желатин. Его надо раза в два, в три меньше, чем желатина. На очень небольшом огне, либо на водяной бане, мы растопим сейчас шоколад. Я добавлю маслица. Можно сливочное, можно растительное, не принципиально. Ломаем шоколад, чтобы он быстрее у нас растопился, расплавился. Я использую две плитки. Шоколад у нас почти готов. Ну и все, давайте покрывать пироженки. Сначала вот так вот боковухи выкладываем на пергамент. Дим говорит, что-то я, говорит, не понял твоей технологии, что будет дальше. Дальше мы просто покроем верхушки и все, и дадим остыть. Еще купаем нашим. Теперь аккуратненько вот так ложечкой сверху раз. И завершаем конструкцию. Ничего сложного. Вы заметили, что у нас печенек гораздо меньше, чем было изначально? Мы фразу «нафиг этот чокупай» воплотили в жизнь и съели половину печенек с чаем. Так что у нас меньше. Итогово. Мой оператор Дима как никогда заинтересовался в этом рецепте. Его смущают технологии, по которым мы все делаем. И он опять задал вопрос. Говорит, а вторую сторону как? Отвечаю тебе, Дима. Отвечаю вам, дорогие зрители. Да никак, это же домашний чокупай. Все. Отправляем в холодильник. Все это подзастынет. Мы снимем все с пергамента. И можно кушать. Домашний чокупай. Конечно же, я не знаком лично с технологом чокупай или кто-то в Нестле производит. Понятия не имею, как они делаются правильно. Это больше такое баловство фантазии. Понятно, что шоколад другой, печенье, они по другим технологиям. У меня нету здесь всяких стабилизаторов, объединителей, ароматизаторов и прочее. Сделали домашний вариант. В общем, как получилось. Сразу скажу, что печеньки, вот мы сейчас чуть-чуть поставили остудить и едим сразу. Если они полежат какое-то время, то они, естественно, станут мягче. Как любое песочное печенье, находящееся в немного влажной среде. А тут шоколад, внутри начинка белковая. Все это содержит влагу так или иначе. Сейчас это просто хрустяшки. Давай попробуем. Дима, да похоже на что-то другое. Попробуй. Чокупай не похоже. Не, похоже на что-то другое. Вот типа чокупай тоже. Ну-ка давай. Ну не вагон вилс. А, вагон вилс. На вагон вилс больше похоже. Точно. Короче, по форме у нас получился чокупай. По вкусу, в принципе, ну реально вагон вилс. Вот это даже прослойка у них одна и та же. Одинаковая, то есть белковая, зажелированная. Короче, мы сделали вагон вилс. Так уж сложилось под конец. Вот. Но если это полежит какое-то время, я говорю, и станет мягкая печенька, то это станет похоже больше, наверное, на чокупай. Хотя не факт. Наверное, все равно останется вагон вилс. Ладно, короче, мы пытаемся с Димой понять, на что это похоже больше, чем на вагон вилс. Все-таки, наверное, вагон вилс больше всего подходит под описание того, что у нас получилось. В общем, друзья мои, давайте побалуйтесь, если хотите. С детьми позанимайтесь. Ну и, в принципе, это вкусненько. Никаких вопросов к такому рецепту быть не может. Спасибо, что посмотрели. Всего вам вкусного. До скорых встреч. Готовили чокупай и сделали. А что, кстати, вот я бы не отказался сейчас, если бы готовили чокупай, а получился бы сникер. Например. Что-то сникер захотелось бы. Надо дома приготовить сникер. Почему нет. Почему нет.